Члены Координационного совета при главе региона обсудили вопросы в области защиты прав потребителей. Проблем с выбором продукции сегодня нет, но не всегда покупателям предоставляют качественный товар. Пресекать мошеннические схемы задача органов власти отметил Михаил Игнатьев. В Российской Федерации действует стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей, принятая до 2030 года. В отдельных случаях у нас есть полное право обратиться как потребитель за нарушение тех или иных норм. Наша задача доводить справедливую и достоверную информацию до потребителя, а потребитель, он всегда голосуя, покупая, допустим, своим рублем, будет делать ответственный выбор. Чаще всего фальсифицируют молочную продукцию, масло и сыры. Причем нередко недобросовестные производители прикрываются чужими брендами, отмечают в Роспотребнадзоре. За последние годы в ведомстве выявили немало подобных фактов. Доля контрафакта велика и в магазинах, реализующих одежду. С сентября 2017 года по январь 2018 года управлением проводились внеплановые проверки в соответствии с поручением президента Российской Федерации. По выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации производство и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной. Проинспектировано более 4800 единиц продукции легкой промышленности. Здесь мы проверяли сопроводительные документы, маркировку. И 263 единицы изъяты из оборота по причине нарушения правила маркировки, отсутствия сопроводительных документов. Но наказать тех, кто реализует контрафактную продукцию, трудно, отмечают в МВД. Уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуальных товаров и знаков, статья 120 Уголовного кондекса Российской Федерации, наступает в случае наличия крупного ущерба правообладателям, то есть 250 тысяч и более. И, как правило, в розничных торговых точках отсутствует товар на указанную сумму. На территории Российской Федерации не всегда имеется представитель зарубежных правообладателей. Продолжительное время требуется проведение экспертиз. Должно быть обращение именно правообладателей товарного знака. И, как правило, распределение происходит в крупных городах, где оптовики сидят. Это Москва прежде всего, ну и так дальше. И вот тут вот сложность. Впрочем, и экспертизу на предмет фальсификата в республике не проводят. Вопрос создания спецлаборатории глава региона поручил проработать в ближайшее время. Конкуренция растет. Традиционную торговлю все больше вытесняют интернет-магазины. Казалось бы, проще простого. Для этого это и нужен только смартфон. Но именно в этой сфере высока доля контрафакта, отмечают эксперты. Онлайн-продажи за последние годы выросли на 20%. Вместе с тем увеличиваются и жалобы на реализацию товаров через интернет-магазины. Жителям Чувашии предлагают 3, более 3 тысяч сегодня интернет-магазинов. У нас 15 организаций по итогам 2017 года, которые поставляют на рынок интернет-торговли свою продукцию. Причем, говорю, статистику провели 80% женщин, из севых опрушенных, 80% женщин пользуются интернет-торговлей. И только 20% мужчин. Существует вопрос, связанный с нарушением сроков доставки, с долгим ожиданием подтверждения доставки. Ну, действительно, я тоже как-то попробовал заказать наушники, мне просто интересно было. И мне пришли из Китая в течение, наверное, полутора месяцев. Через всемирную сеть продаются запрещенные или некачественные товары. Магазины часто задерживают доставку, вводят клиентов в заблуждение и отказываются оформлять возврат. Мошенники пользуются правовой и цифровой неграмотностью людей. В сфере интернет-торговли необходимо наводить порядок, отметил глава региона. Первостепенная задача повышения цифровой грамотности потребителей. Для того, чтобы потребители могли правильно оценивать информацию в сети, владеть навыками защиты от интернет-угроз. А на уровне Российской Федерации, для того, чтобы было понятно всем нам, всем нам, выделяется на 6 лет 1 триллион рублей для развития цифровой экономики. Урегулировать нюансы онлайн-торговли может помочь и новый федеральный закон. Разработать его уже предложено депутатам Госдумы. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.